С книгой АЛЛАТРА я познакомилась в 2014 году. Я просто увидела рекламу книги и заказала ее себе. Прочитала на одном дыхании. Она меня очень впечатлила своей глубиной. Было такое незабываемое глубокое чувство радости, любви. То, которого никогда не было. Ты понимаешь, что это и есть. И ты не соврешь об этом. Книга действительно учит людей быть добрыми, позитивными. Дает разобраться в себе, почему я реагирую так или иначе на разные ситуации в жизни. Воспринимать других людей, реагировать на это по-другому. Нужно принимать ситуации и людей такими, какие они есть. Ведь всякая ситуация, каждый человек в ней своеобразный учитель. Надо уметь из любого, даже негативного обстоятельства, извлекать позитивные уроки. Уметь довольствоваться тем, что имеешь. Ведь корень чувства удовлетворения не во внешнем мире, а во внутреннем мире человека, его глубинном желании. Если человек хочет стать духовной личностью, то о родении духовном и все его желания. После прочтения АЛЛАТРА изменилась я, конечно, прежде всего. Отношение к людям, к себе. Понимаешь, откуда берутся мысли. И замечаешь, что тебе мысль задает, допустим, действовать негативно. А ты в этот момент можешь просто не принять. Просто прослушать мимо. Это уже хорошо. Значит, и негатива в мире будет меньше, и к людям добра больше. Я поэтому рекомендую книгу АЛЛАТРА. Действительно, люди в разных жизненных ситуациях бывают в хаосе, в страхе. И они не понимают, что делать. Их бросают с одной струи в другую. И это постоянно в негативе, оно их крутит в этом. Ну, они хотят, чтобы была какая-то помощь где-то, ее найти. И многие не знают, где ее взять. Поэтому я рекомендую книгу АЛЛАТРА. Ведь в ней есть эти важные ответы на вопросы. Где и как быть, и как жить. Я рекомендую книгу АЛЛАТРА. Я рекомендую книгу АЛЛАТРА.